город караганда сахалин улица линейная я вот там забрел в травяной закоулок и потом пришел пойти назад и выбрался вот пытаемся пройти так должен здесь быть путь к родникам сахалинским вот сахалин именно поэтому и возник что здесь есть родники если есть вода то все основном уже приложится сахалином назвали это место потому что оно было на отшибе всегда потом постепенно мой кудук когда разросся он сахалин вот пошел в состав здесь строят новый дом типичный шанхайский проход здесь и сетки но ты не рабица были крупные а вот я вышел на улицу и тина там тут проход был тоже вот это есть улица и тина кто-то писал с просьбой снять улицу и тина вот часть моих а нет вот ленины здесь написанки и на да вот в таких вот самостроях и не разберешься вот там лестница мостик через трубы теплотрассы вот теперь-то можно наверно дойти до родника вот теперь-то можно наверно дойти до родника в они они Вот литина, что-то везде литина, и с той стороны, и с этой стороны. Ладно, вернёмся, пока мы идём к роднику, там восток-3, здесь Сахалин, и мы идём вперёд. Здесь уже такая широкая дорога. Конкретно, да, тут сыпали что-то в щебень, но оно всё равно потом грязью утопталось. Там, скорее всего, даже есть проезд. Оно видно, да, арка. Вот литина 27. Так, непонятно. Там проход, тропка лежит. Ну, пойдём вот сюда, и там, вот, арочный проезд, и восток-3, девятьэтажка. Родник, ну, можно и отсюда, но лучше так. Там грязь, можно уляпаться конкретно. Лучше мы пойдём другим путём, как сказал Линя. Тельмана, это уже Тельмана, Торт-6-1, Эрнст Тельман, это тоже немецкий деятель, у нас много улиц, посвящённых немецким всяким деятелям. Вот там вот родник. А, есть отсюда тропа. Видно, что оно более такая. Да, и золой засыпали, и кирпичи тут бросали, поэтому постепенно жители тут обустраивались, чтобы можно было дойти до родника. Чёрный голубь. Видно. Потому что они сизые, а этот чёрный. вот там вот здесь вот камыши, а вот там под деревом родник. Вот человек пошёл с бачком. Камбас-103. Там есть ещё один родник. Камбас-103. Вот там, блин. Родников Майк-Вадуке много. Вот дорога назад. И дерево. Слинником. Так. Дерево слиняком. Так. Вот мы и дошли до родника Сахалинского. Здесь ручей от него идет. Здесь все поросло. Вот там камыши, там восток-3 и вот там еще один рудник. Здесь ручей, блоки, можно через все перейти и пройти туда немножко. В связи камыши, женщина идет за водой. И вот там вдали вот крытая такая штука. И там еще один родник, но это уже родник на востоке-3. А там восток-5 на горе, на возвышенности. В принципе, не знаю, там можно пройти или нет. Такое вот место. Само видим. Смотрите продолжение в следующей серии. И целое камушевое поле.